Всем огромный привет! Сегодня у нас на обзоре розовая геломайлайская соль. Вот эта вот пачечка 500 грамм мне обошлась в 64 рубля в Ашане. Здесь вот видно, что в окошечке лежит соль. Также у меня еще немножечко осталось старой соли, которую я покупал в Греции. Вот она у меня здесь засыпана в мельнице. Она у меня заканчивается, поэтому я уже подкупил здесь в Ашане. Почему соль розового цвета и почему столько шума сейчас вокруг нее? Что-то уже можно здесь прочитать на пачке. Гималайская соль образовалась около 250 миллионов лет назад. И благодаря тектоническим процессам в земной коре соль обогатилась минеральными веществами и микроэлементами. Как написано в интернете, эта соль содержит от 80 до 90 микроэлементов против обычной поваренной соли, где всего 2. А розовый цвет ей придает содержание железа, меди, калия, ну и других элементов. Так, розовая соль добывается ручным способом в районе Гималайских гор и не продвигается дополнительной очистке. Так, ну что ж, вот эта вот пачечка у нас, как я уже сказал, 164 рубля. Производит ее фирма Солина. Соль гималайская, сорт выше, по-моему, номер 2. Вот здесь есть адрес интернета. Я, правда, зашел и что-то именно вот этой соли я не обнаружил. Также немножечко смущает адрес производства Ростовская область. Что-то как-то немножечко, да, немножечко напрягает это дело. Так, ну давайте ее откроем и поглядим на нее. Как она у нас выглядит. Вот такая вот розовенькая. Розовенькие кристальчики. Кус соленый, естественно. Надеюсь, эта соль идет нам на здоровье, на благо. Так что мы будем продолжать ей с удовольствием пользоваться. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры. И пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok